Лыжи вот так поставил посреди поля, чтобы их не потерять. Сейчас обойду, посмотрю полностью всех лошадей. Но что я вижу, уже одной скирды нету, лошади перешли на вторую скирду. А к третьей еще, похоже, не подходили она, потому что вся вокруг белая стоит в снегу. Вот сейчас обойду все, посмотрю, как все лошади чувствуются. И вот подходим к этому месту, где стоял исток сена. И вместо этого стога получилась вот такая яма, воронка. Съели они ее, похоже, до самой земли. Лошади перешли туда, к второму стогу. Вон он там стоит. И там еще третий есть. Сейчас посмотрим. Вон он стоит. Жеребенок, жеребчик, ликер. Потом как-нибудь я расскажу. Хорошо. Ребята, ликер это сын малыша. И внук суффикса. Боливар. Все, добивает эту скирду. Совсем чуть-чуть осталось здесь. Вот если лошадь уши вот так прикладывает, это значит, что она злится. Все, это они уже тут доедают практически все сено. А то малышка. Малышка всегда, она и летом вот такая худая. Что только я с ней не делал. Всегда она в таком состоянии. Это марафонница у нас. Потому что ребята некоторые схуднули прямо. Еще, еще есть тело. Не знаю, по шее схватываю. То есть шеи вот здесь уже нет. Еще есть. Это значит. Это вот жеребенок, роженький. Самый такой худенький. Один такой, можно сказать. Не знаю, то ли он приболел чем-то посреди зимы. Он как-то зимы начал худовать, худовать. И вот резко, когда метель стал отдуть, ураган. Он сильно схуднул. Я думаю, что до 22-го, до 23-го там загоним. Там, конечно, вез, все дела. Ну и с завтрашнего дня у нас конкретное потепление. Я думаю, что все хорошо будет. Сейчас я еще туда схожу, к тому сену. Там посмотрю, как дела. Там у нас сено более лучшего качества. Есть вот жеребята, годовички. Вот рыжий, например, вот этот. Вообще он как динамит. Даже-даже. И не схуднул нисколько. Я подошел, он от нежитости как-то практически кверху. Значит, у него столько сил и энергии. И копыла у него матка. Тоже такая бодрая. Сейчас подойду к этим посмотрю. Оба! Вот они лошади вот по такой тропе ходят. След в след наступает. И пробираются туда. Все скерду прям задуло конкретно. Еще пришли только. Так, ну к этой скерде они только-только подошли. Первый день сегодня. Слегка ее объели. Там вот на солнце не видно, наверное. Видно, вторая, третья скерда стоит. Туда они... Так, ну первую скерду они с 6 марта начали кушать. И вот до 14-го они ее съели. И если этой скерды так же хватит на 8 дней, ну это даже на чуть больше скерда, на 10 дней хватит. Это будет 24 марта. И у нас остается еще одна, третья скерда. Ну и там, там уже и домой, наверное, пригоним. Будем овсом кормить. И все. Дело к победе. Так-то, в принципе, все нормально. Погода сейчас наладится. Будет уже потепление. И, конечно, устойчивая к плюсовой погоде раньше 5-го апреля у нас не ожидается. Тем не менее, это уже будет меньше, чем минус 28, минус 30. Эти три дня стоят. Ночью, днем, минус 15. Это было на глубокой жеребости. Сейчас посмотрим, вымя наливает. Сейчас посмотрим, вымя наливает. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо.